Друзья, всем привет! В эфире Марчелл ТВ Сегодня прекрасный весенний денёчек, светит солнце Даже уже, наверное, можно очки одеть Короче, решил записать такой коротенький видосик После выхода видео на канале про Камара Конечно, посыпалось очень много комментариев В личку ребят писали Говорит, Марат, можно покататься Друзья, была бы моя машина, может быть, что-то придумали Мы покатались бы Короче говоря, с одним из, скажем, подписчиков Я не знаю, подписчик он или нет Может быть, он просто случайный гость на канале У нас завязался диалог Его смутила фраза, которую я обронил в обзоре Что пока машина находится на обкатке К сожалению, там весь потенциал и всю мощь Я не раскрывал этого автомобиля То есть его динамики, как он едет, что это за ощущения Я не могу сказать Вот Его, значит, этот момент как бы зацепил Что-то ему там резало слух Или он посчитал, что я в корне там не прав И решил высказать свою точку зрения А смысл точки зрения таков Я цитирую Вы, в принципе, это все можете в комментариях прочитать Но я цитирую Какая нахер обкатка? Ты что, вообще не водила? Ее придумали для лохов Машине нужно сразу и всегда давать PPP Ну, короче, сразу давать Гарри Сразу нажимать на педаль газу Пока на гарантии Потом все за свои бабки будешь делать Мы дальше там вступили в диалог в некий Ничего интересного Дальше человек высказывается Александр, что нет такого понятия обкатка Это отголоски прошлого развода сервисов То есть нас раньше разводили сервис Или сервисмены Ну и дальше Также мне сказали, что Что я не прав Я не прав Я не прав Так, так, так Ну, короче говоря, смысл Вопрос следующим, значит, заключается То есть вы можете почитать там переписку Как бы смысл такой Я ни с кем не собираюсь ссориться Выяснять отношения Но человек настолько уверенный был В том, что он говорит И у меня закралось сомнение Может быть, действительно он прав Может быть, то, что Рассказывали нам наши Деды, отцы Что при приобретении Любой новой техники Любого Транспортного средства С ДВСом, да С двигателем внутреннего сгорания Его обязательно следует Обкатать Да Чтобы Притерлись механические части И так далее И тому подобное Что когда Нам В сервисах говорили Тоже обязательно Что Нужно обкатать Когда там Покупаете вы автомобиль Его нужно мотор обкатать Когда вы после того Выезжаете Там на новых Тормозных дисках И колодках Их тоже надо Притереть Обкатать Когда вы Нам в магазинах Говорят Когда мы покупаем Там квадро Технику Снежики Покупаем Нам тоже говорят Надо Прикатать Ну, саму технику Понятно Надо прикатать Чтобы ремни Прикатались Притерлись И так далее И тому подобное Я позвонил Своим знакомым Которые занимаются Сервисными работами Да Я Позвонил Человеку Который учился В МАДИ Я говорю Слушай, ты помнишь Я говорю У вас там Практика была По моторам И ты там мне Что-то рассказывал Я с ним поговорил Все в один голос Сказали Что Прикатывать Обкатывать И все остальное С машиной надо Какое-то определенное Расстояние Кстати Я позвонил Даже спортсменам Которые занимаются Автоспортом Причем занимаются В классе Т3 Профессиональным На международных Соревнованиях Чемпионат России Принимают участие Которые эти двигатели Закрытыми глазами Разбирают Перебирают Даже на Дакар По-моему Они планируют Выступить Они сказали Конечно Но спортивная прикатка Это немножко другое Там что-то С температурным режимом Как-то на стенде Это все делается И так далее И тому подобное Скажите мне Действительно ли Александр прав Что не стоит Обкатывать Моторы Либо все-таки Прав Ну Общая масса Скажем так Людей права Что действительно Первые там 500 тысяч километров Стоит Обкатать мотор И Как бы Более В щадящем режиме Ездить Без резких Ускорений Без больших Нагрузок Не таскать На автомобиль За собой Прицеп И так далее Пишите комментарии Делитесь Просто очень Такая интересная Тема И Мы как бы Почитаем Я надеюсь Мне не специалист Потому что я уверен Что среди Зрители канала Есть Технически Подкованные люди Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok